Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Собственно, очень надеюсь, что выходные прошли хорошо, вы собрались силами, потому что впереди у нас, собственно, как и в последнее время, всегда очень много важных и интересных макроэкономических событий, новостных поводов, которые, разумеется, мы пропустить ни в коем случае не можем. Если на прошлой неделе мы фокусировались на состоянии американского рынка труда, то впереди у нас конференция руководителя Европейского Центрального Банка Марио Дороги и итоговые протоколы последнего заседания Федерального Комитета по открытой операции на финансовых рынках ФРС США, где мы снова будем искать намеки на долгожданное ужесточение монетарной политики. Обо всем, разумеется, поговорим давайте по порядку. В ходе этого брифинга, собственно, как и всегда, я анонсирую очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение плюс к тем акциям, которые действуют в рамках АМАКЕТС. Этот бонус будет действовать до следующего брифинга, то есть до завтрашнего утра. И сегодня величина бонуса 5%, что также неплохо для увеличения покупательской способности ваших депозитов. Также хочу воспользоваться возможностью и пригласить вас сегодня на свой еженедельный вебинар «Правильный понедельник», который пройдет в 16.30 по московскому времени, где мы снова обратим внимание и пробежимся по основным фундаментальным событиям прошлой недели. Разумеется, разберем подробно основные, потому что, как я всегда повторяю, многие серьезные макроэкономические отчеты, статистические данные, они, как правило, обладают эффектом резонирующего влияния на динамику активов. То есть они сказываются в стоимости инструмента не только в моменте, но и если это такой, скажем, фундаментальный основополагающий отчет, то он может, собственно, влиять на динамику ценового характера этого актива и дальше. Собственно, учитывая макроэкономические отчеты прошлой недели, я думаю, что у нас появилось несколько дополнительных таких движков для движения, и мы ни в коем случае не должны забывать про их присутствия на рынке. И, разумеется, строя, обозначая инвестиционные идеи касательно различных финансовых инструментов, представленных на рынках, мы должны руководствоваться общей, тотальной, фундаментальной картиной. Собственно, моя цель каждый день, разумеется, освещать актуальные новостные события, интересные, скажем, поводы, которые характерны для рынков, чтобы вы также были в курсе того, что же происходит, соответственно, в мировой экономике. Но теперь давайте переходить к нашим традиционным активам. Разумеется, вступительное слово первое «дадим нефть» и посмотрим, что происходит с этим активом сейчас. Если мы посмотрим и проанализируем прошлую торговую сессию, то есть пятничную, то в целом можно уже сделать вывод о том, что Brent закрыл день с небольшим, можно даже сказать, символичным приростом, фактически чуть выше уровня 48. Сейчас мы видим то, что для этого актива снова характерно легкое восходящее движение. Я не думаю, что оно будет иметь такое статистическое влияние. И вряд ли Brent, собственно, как я отмечал на прошлой неделе, найдет достаточных оснований для того, чтобы двинуть в район 50 долларов за баррель. Пока у нас в целом общий фундаментальный фон не меняется, значит, мы придерживаемся наших прежних инвестиционных идей, предполагающих как раз ослабление этого актива. Если, опять же, посмотреть на экстремумы прошлой торговой сессии, в частности, минимальный уровень, это даже недалеко от значения 47. Это наша ближайшая цель перед тем, как мы пойдем к следующему ценовому ориентиру, который выставлен по этому активу в районе 45 долларов за баррель. Я думаю, что возвращение черного золота к этому рубежу – вопрос ближайшего времени. То есть, все будет зависеть как раз от новостного фона, но я не думаю, что он в ближайшее время будет как-то располагать к возможному бычьему ралли. В пятницу вышли данные по количеству боровых в США. Снова сократилось это количество, в частности, эту пятую неделю подряд – минус 26. Тенденция сохраняется, но, наверное, учитывая действительно низкие цены на энергоресурс, рентабельность этого бизнеса под вопросом, поэтому, наверное, здесь с точки зрения логики все в порядке. Опять же, если коснуться того, может ли это факт, скажем, сказаться в динамике черного золота на перспективу и, разумеется, стать, может быть, каким-то серьезным, скажем, новостным поводом для поддержки и, может быть, закрепление черного золота выше 48 долларов за баррель. Я считаю то, что пока оснований для этого нет. У нас достаточно на рынке факторов, указывающих на возможность коррекции. Собственно, не забывайте про переизбыточность предложения, недостаточный спрос. И к этому можно добавить еще буквально актуальный новостной фонд, который связан с оценкой Всемирного банка по состоянию китайской экономики, который, как вы знаете, является нашим традиционным барометром именно в отношении спросовых инструментов и, разумеется, касательно спроса на позиции черного золота. В частности, Всемирный банк вслед за Международным политным фондом был вынужден снизить прогнозы по темпам экономического расширения Китая. Правда, здесь оценка не такая пессимистичная, но все-таки мы видим то, что институты международного характера начинают больше, скажем, негативить по динамике мирового экономического роста и, разумеется, смотрят также негативно на такие основные показатели ключевых регионов мира. В частности, по Китаю на этот год оценка Всемирного банка предполагала расширение до 7,1%, сейчас уже эта оценка и прогноз съехал до 6,9%. Что касается 2016 года, здесь также снижение. Если раньше 6,9%, если мне не изменяет память, то сейчас это значение уже пониже 6,7%. Напомню, что Международный валютный фонд предполагает возможность даже еще больше просадки до 6,3%. Но мы делали, по крайней мере, я, исходя из своей субъективной оценки, опять же, адекватно оценивая текущие экономические реалии в рамках экономики Поднебесной, уже отметил то, что в 2016 году мы можем наблюдать очень жесткую посадку Китая и, может быть, снижение темпов экономического роста вплотную в район 6%, может быть, даже еще ниже. Особенно, если не удастся взять под контроль текущую слабую ситуацию с промышленным сектором, который традиционно является ключевым драйвером для темпово-экономического расширения. Поэтому, если Китай продолжит, собственно, радовать больше тех трейдеров, которые делают на возможность коррекции китайской фондовой секции, то, разумеется, можно будет делать такую же полномерную ставку на то, что и сырьевые активы будут логично в связи с этим страдать. Для нефти, разумеется, это еще один повод и фактор для снижения. И, опять же, мы уже давно закладывали возможности, опять же, движения позиций черного золота, бренд и WTI, именно слабой со стороны Китая, отметив то, что и в 2016 году, скорее всего, мы будем наблюдать этот прессинг и уж тем более не отказываемся от такой долгосрочной медвежьей идеи, предполагающей то, что черное золото может оказаться по ценовым значениям даже глубже тех уровней, на которых торгуется сейчас. То есть, нет оснований говорить о том, что дно достигнуто. Это еще не так. Что касается российской валюты, актуальные цены 66,02 в целом, учитывая сохраняющийся прессинг на позиции черного золота, понятно, что и рубль находится под давлением. Полностью мы уже закрыли налоговый период, как и ожидалось, он не смог оказать поддержки рублю. И, соответственно, сейчас все трейдеры прямиком снова возвращаются на те инвестиционные идеи, предполагающие копирование, собственно, поведение черного золота и дисконтирование его в стоимости рубля. Делая ставку на ослабление черного золота, разумеется, мы ждем еще больше девальвации российской валюты и движения в район 68-70. Я думаю, что это также вопрос о ближайшее время. Очень много инвестиционных банков считают то, что в связи с, опять же, актуальным новостным фоном и кронической конъюнтурой, очень многие делают ставку на то, что промышленный сектор, по итогам прошлого месяца, еще больше просел в Россию. Мы, собственно, статистику проанализируем уже на этой неделе частично, но и что-то посмотрим на следующей неделе. Также я на прошлой неделе отметил, что, скорее всего, эта статистика будет еще одним фактором, указывающим на слабость российского региона, что в целом позволит нам поискать, я уверен, даже найти дополнительных факторов поддержки, поддержки нашей идеи, предполагающей возможность ослабления российской валюты. То есть, по-прежнему не отказываемся от нашей идеи, еще больше девальвации рубля против своих основных конкурентов доллара и европейской валюты. Что касается евро, актуальные котировки на текущий момент 1,12 на 40. В частности, на прошлой неделе мы, наконец-таки, дождались обновленного показателя по индексу потребительских цен. С самого начала мы закладывали возможность этого отчета увидеть более слабый показатель. В целом, наши ожидания подтвердились. Действительно, индекс потребительских цен продолжил снижаться. И, судя по тому, что годовой показатель уже находится на отрицательной территории, значит, можно смело заявлять то, что еврозона шагнула в дефляционную пропасть, и эти риски теперь полностью характерны для этого региона. Хотя риски – это уже неправильное слово, это уже реальность и действительность. Насколько глубокой будет эта дефляционная пропасть, покажет, конечно же, время, но сейчас мы видим то, что запущенная программа количественного смягчения, она никак не способствует тому, чтобы регион преодолевал эти угрозы. Напротив, если раньше полномерный декс потребительских цен топтался рядом с нулевой территорией, и сейчас он и вовсе ушел уже в красный отрицательный сектор. Логичный вывод в связи с этим – наверное, что-то нужно предпринимать для того, чтобы стимулировать экономику, и под этим, конечно же, подразумеваются возможности более агрессивного выкупа актива со стороны Европейского Центрального Банка. В частности, на этой неделе состоится конференция о руководителе ЦБ Марио Драги. И, учитывая то, что и в пятницу у нас появился еще один статистический сигнал присутствующих, опять же, угроз со стороны дефляции, в частности, индекс цен производителей просел до минус 0,8%. Это месячный отсчет. Что касается годового, то здесь также отрицательные значения – минус 2,6. Мне кажется, самый, скажем, худший показатель за последние много месяцев. Между прочим, это восьмое снижение подряд уже в этом году. Соответственно, еще один сигнал, указывающий на актуальные риски низкой инфляции, и еще один аргумент для того, чтобы ЦБ становился более решительным и, может быть, анонсировал наконец-таки то долгожданное решение, которое предполагает расширение программы количественного смягчения. То есть, следим за конференцией Драги. Она состоится буквально уже завтра. Может быть, опять же, учитывая актуальные цифры и актуальную статистику, Драги будет более разговорчивым и, соответственно, сможет основа перейти хотя бы к вербальным интервенциям касательно более агрессивного выкупа активов. Поэтому в любом случае, даже если просто будет упомянуто возможности дополнительных действий со стороны Европейского центрального банка и не будут обозначены сроки, когда это произойдет, этого будет для нас достаточно, чтобы не отказываться от нашей идеи, предполагающей еще большее ослабление позиции главного валютного риска. Разумеется, если мы посмотрим пятничную торговую сессию, то европейская валюта буквально до данных по состоянию американского рынка труда после публикации слабого отчета по индексу цен производителей снижалась. И, в принципе, были все основания, особенно если бы вышли и сильные данные по американскому рынку труда, чтобы уже добраться до нашей ближайшей цели, которая находится в районе 1.10 по паре евро-доллар. Но, собственно, мы предполагаем, а рынок располагает, статистика не оказала поддержку доллару, напротив, стала фактором разгрузки позиции этого защитного актива, что в целом стало еще одной причиной усиления позиции рисковых инструментов. Европейская валюта также с радостью воспользовалась локальной слабостью доллара. Хотя закрытие дня хай 1.13.17, но закрытие евро-доллара, опять же, торговой сессии пятницы, мы наблюдали в районе 1.12, что в целом доказывает то, что на рынке присутствуют серьезные медведи в отношении евро, которые действительно предвкушают, опять же, более, скажем, емкие экономические стимулы со стороны Европейского центрального банка, и, скорее всего, они должны произойти уже в самое ближайшее время. То есть, пятничная динамика еще раз доказала нам тот факт, что в отношении пары евро-доллар не только американец является, скажем, доминантой и движущим активом. Есть еще и национальный макроэкономический фонд, который мы анализируем практически каждую торговую сессию, и этот национальный фонд создает больше оснований для долгосрочной такой стратегической коррекции главного валютного риска. Соответственно, делаем ставку, собственно, на нашу прежнюю идею, предполагающую ослабление пары евро-доллара, снижение в район 1.10, и следим за завтрашней конференцией Марио Драги, хотя в ходе нашего брифинга, который также состоится до этой конференции, мы еще раз коснемся этого новостного фона, и если будут какие-то дополнительные сообщения по факту сегодняшней торговой сессии, я, разумеется, их вам анонсирую. Идем дальше. Доллар японской иена. Локальный минимум в пятницу мы наблюдали рядом с уровнем 119, опять же, как я уже отметил, из-за выхода более слабых данных по американскому рынку труда доллар оказался в числе аутсайдеров, в частности, количество новых рабочих мест, место прогноза 200 142, уровень безработицы так и остался на прежней отметке 5,1%, но, наверное, еще больше разочаровала трейдеров статистика по росту заработных плат, потому что фактически были надежды на то, что этот показатель покажет отличиться ростом, собственно, оттолкнется от нулевых значений, ну или, по крайней мере, приблизится к прошлой оценке 0,4%. На самом деле, роста мы не наблюдали, а значит, многие трейдеры, которые, да и я, честно говоря, в их числе делали ставку на то, что этот отчет сможет подстегнуть данные по индексу потребительских цен и, соответственно, снять угрозу низкой инфляции. Но этот отчет, собственно, сохранил прежние риски в отношении этого показателя и, разумеется, сейчас часть трейдеров, которые полагали, что целевой показатель по инфляции может быть достигнут в более короткие периоды времени, то есть в 2%, сейчас уже не так остро придерживаются этой идеи. Что касается американского рынка труда в целом, я считаю то, что объективно, даже после этого отчета негативить не стоит, поскольку, опять же, повторяя даже комментарии Булларда после этих отчетов, это всего лишь разовая статистика в рамках месяца. И в целом не нужно забывать о том, что последние полгода мы фиксировали, по сути, сплошной позитив в отношении этого сектора. И, разумеется, он создает достаточно оснований, чтобы долгосрочно также верить в то, что это направление экономики чувствует себя очень неплохо, создаются все предпосылки для дальнейшего восстановления. И в целом показатели по уровню безработицы в 5,1% уже указывают на то, что действительно позитив характерен, потому что целевой показатель будет достигнут, может быть, уже через месяц-два. Поэтому, опять же, пятничная динамика пары доллар-японская иена, несмотря на серьезную коррекцию до 119, соответственно, иен за доллар, и последующее восстановление указывает на то, что и доллар также особенно не торопится, скажем, разрушать собственную стоимость, потому что прекрасно понимает, что в целом долгосрочная картина ничуть не изменилась. У нас главное событие, оно остается на повестке обсуждений и повестке, по сути, может быть, даже этого месяца. Это возможность повышения процентной ставки. Судя по комментариям представителей ФРС, Дадли, Локарда, Лейкера, Фишерда, в целом у нас серьезное, скажем, такое объединение реально голосующих членов, которые могут создать неплохой союз в плане своей оценки и фактического голосования за повышение процентной ставки и нормализацию денежно-кредитного курса. Соответственно, мы продолжаем следить за последующими комментариями, ждем повышения процентной ставки, ждем, по крайней мере, до конца 2015 года, и не забываем про слова Джанет Йеллин, председателя ФРС, о том, что повышение процентной ставки должно произойти уже в этом году. Что касается, опять же, комментариев после публикации макроэкономических данных пятничных Non-Farm Parals, то есть, еще раз напомню формулировки Булларда касательно того, что это только разовый отчет, тем трейдерам, которые делают ставку на усиление позиции доллара, не стоит отказываться от своей идеи. Но, собственно, мы как раз те, кто верит в то, что доллар должен стоить больше, и, соответственно, ждем движения пары USD и иена выше уровня 121. Пока сохраняем прежний бычий взгляд и, соответственно, прежние ожидания, предполагающие то, что этот тандем валютных активов может забраться даже еще выше. На этой неделе в среду нас ожидают протоколы последнего заседания Федерального комитета по открытым операциям на финансовых рынках ФРС США. Думаю, что если уж Non-Farm Parals разочаровали, может быть, протоколы станут тем самым, скажем, путеводным маяком для американца, который сможет убедить скептически настроенных трейдеров касательно того, что доллар, как ни крути, остается лидирующим активом на рынке Форекс. Также хотел сказать пару слов про британца. В частности, фунт также воспользовался слабостью американцев в пятницу. Сейчас мы видим актуальные котировки 1,5212. Чуть-чуть мы не добрались до нашей цели, предполагающей возможность закрепления пары фунт-доллара ниже уровня 1,51 и снижения в район поддержки 1,50. Эта цель по-прежнему остается, сохраняется. Напомню, что рост британца был связан исключительно только со слабостью американской валюты, но вряд ли локальный слабый доллар, который уже на азиатской торговой сессии старается отыграть свои утраченные пункты против основных конкурентов, может перевесить тот общий фундаментальный негатив, который характерен для британского региона. Прошлые отчеты повторять снова не буду. Я думаю, что впереди у нас уже по второму кругу пойдет новая порция статистики. В частности, этот четверг у нас будет очередным суперчетвергом, когда сразу несколько серьезнейших фундаментальных поводов и макроэкономических релизов предстанут перед трейдерами за одну торговую сессию с интервалом в несколько часов. Учитывая общий фундаментальный фон, опять же, слабые данные по производственному сектору прошлой недели, который указал на то, что сектор находится в стагнации, снижается уже третий месяц подряд, у нас нет оснований предвкушать хорошие данные по темпам экономического расширения на этой неделе, поэтому считаю, что эта пятидневка будет еще, скажем, одним периодом негатива для британца, что в целом может приблизить нас к нашей заветной инвестиционной идее, предполагающей ослабление фунта против доллара до уровня 1.50. Собственно, придерживаемся нашей прежней инвестиционной идеи. Австралийцы по-прежнему ждем закрепления ниже уровня 1.70. Что касается пары USD-SVC, то сейчас уровень 0.97. Еще раз напоминаю, что ждем паритета, и локальное ослабление, опять же, американца против швейцарского франка нужно использовать как хорошую возможность для занятия длинной сделки. Особенно после комментариев руководства Национального банка Швейцарии в прошлой неделе касательно того, что даже несмотря на последнее ослабление франка, то он по-прежнему слишком дорог. И, соответственно, со стороны швейцарского мегарегулятора будут и дальше предприниматься все усилия, направленные на его нужное для экономики Швейцарии ослабление. В общем, ждем паритета. Я считаю то, что, как и отмечал, до конца года мы сможем добраться до этой цели. Что касается сегодняшнего кодового слова, то это Эверест, величина бонуса 5%. И, если есть, конечно же, вопросы, оставляйте их на нашем официальном канале на YouTube. Увидимся завтра. Всего доброго. До свидания.